Приветствую вас, вам мои коллеги уже дали некоторые рекомендации, некоторые ответы на ваш вопрос. Я, с своей стороны, хотел бы также постараться дать вам свое видение проблем и свое видение того, как можно из этих проблем выйти. Итак, мой мужчина, прошив со мной полтора месяца, резко изменился, стал грубым, подсмеивается, ему не нравится то, что нравится мне и постоянно, причем, ну смотрите, здесь, во-первых, возникает вопрос, почему вы позволили своему мужчине, да, с вами вообще жить до брака, вот с чем это связано? Понимаете, какая штука? А если вы мужчине даете, ну вот, такую определенную слабину, да, если вы мужчине позволяете, ну вот, делать что-то, да, там, какие-то вещи, позволяете ему в отношении себя и так далее, то нет ничего удивительного, что человек ведет себя, ну, именно так. Нет ничего удивительного, что мужчина, он вот расслабился, мужчина стал более уверенно себя чувствовать, да, и так далее. То есть, вот, по большому счету, по большому счету, здесь ваши собственные ценности важны. То есть, как получилось, что вы дали мужчине вот то, что дали, как так получилось, что вы вступили с ним в отношении такого типа, когда, в общем-то, ну, когда, когда вы его ни к чему не обязываете, как будто бы, как будто бы вы его ни к чему не обязываете, понимаете, вот, и, собственно говоря, ну вот, вопрос, что заставляет вас, что заставило вас так вот себя позиционировать. На мой взгляд, на мой взгляд, это очень важный момент, потому что он, как бы, ну, упирается во все. То есть, от него, от него происходит все. Вот как вы себя позиционируете, как вы отношения со своим мужчиной видите, так и, соответственно, мужчина к вам относится. Если у него нет мотивации вас как-то уважать, если у него нет мотивации вас как-то синить, если у него нет мотивации дорожить вами, если у него нет стремления к таким вот вещам, таким моделям поведения, ну, и, соответственно, его поведение, оно абсолютно нормально, и тут можно только спросить у вас, так, а почему вы-то, вот, когда он изменился, да, когда он действительно стал вести себя по-другому, почему вы в этот момент не изменили свою позицию? То есть, ну, ты же живешь у меня, у меня, соответственно, если ты живешь у меня, значит, ты должен что? Ну, наверное, по моим правилам, да, жить. Если ты по моим правилам жить не хочешь, соответственно, уходи, а вы его не выставили, вы его оставили, понимаете, вы, как бы, пытаетесь там что-то выяснить, что угодно. Ну, и, собственно, понимаете, вот этот вот момент, который вы, вот, продвигаете, да, вот эту вот линию поведения, которую вы реализуете, она вот и как раз дает о себе знать, вот таким образом, понимаете, она дает о себе знать как раз именно вот в таких проявлениях, понимаете, в чем дело. И, да, это очень неприятно, безусловно, очень неприятно подобное, подобные ситуации и подобное отношение к вам, безусловно, неприятно. Но для того, чтобы ситуация складывалась по-другому, вам нужно и к себе относиться по-другому тоже, понимаете, в чем дело. Если вы не будете к себе относиться иначе, то как мужчина будет вас видеть? Ведь вы позволяете себе, так, с собой, ну и мужчина думает, а что я, что я, хуже, что ли? Ну, вы понимаете, в чем дело. Понимаете, да, в какой момент, в какой момент. Поэтому здесь именно вот к вопросу о том, каково ваше отношение именно к себе. Как вы относитесь к себе? Как вы себя видите? Как вы себя воспринимаете? Есть молодой человек. Есть молодой человек. Молодой человек перестал вести себя с вами адекватно. Адекватно. Ну, вот. Перестал. Казалось бы. Да, ну. Перестал себя вести, ну. Все, нужно ему давать понять, что как бы, ну, 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 раз ты перестал себя вести, я перестану тоже быть для тебя хорошим. А у вас почему-то произошла такая история, что он перестал, а вы продолжаете. Вот. Ну, так и вопрос заключается тогда. Так, а если вы продолжаете, если вы действуете так, чего вы хотели, как бы, понимаете, какой момент. я думаю, что вот эту ситуацию, этот аспект, его обязательно нужно продумать вам. Вот. потому что, видите ли, у мужчины, у него могут быть свои моменты, но могут быть свои причины вести себя так, ладно. Знаете? То есть, ну, правда, много может быть, очень много может быть причин, по которым он так себя ведет. Тут и, может быть, неудовлетворенность в себе, тут, может быть, и какая-то неуверенность, тут, может быть, и там страх, тут, может быть, чувство, что так быть не должно, но вообще, понимаете? Вот. И так далее. То есть, ну, на самом деле, вот, ситуация, она по-разному может быть. И вы же понимаете, да, что, ну, нельзя, нельзя ориентироваться только на человека. Ну, ориентироваться-то именно на себя, в первую очередь, на человека. Вы понимаете? Какой момент. И поэтому, если вы ориентируетесь именно на другого человека, а не на себя, в отношениях, то происходит вот то, что происходит. То есть, говоря, группа, происходит ваше подчинение. происходит подавление вас. Вот. если вот, если заметите, если приглянитесь к этому, то, в принципе, все было хорошо у вас, все было хорошо. до тех пор, пока вы не стали на человека, да, перекидывать свою ответственность за свою жизнь. понимаете, вот какой момент. Какой момент. Вот и все. По большим, по большим счетам. вам нужно вновь вернуться к своей ответственности. Именно к своей ответственности за саму себя. Что только вы ответственны за свою жизнь. Только вы и никто больше. И вот тогда, если вот вы это примете, если вы возьмете на себя ответственность за то, что с вами происходит, очень многие вещи будут для вас легкими, очень многие вещи будут для вас более понятными. и так далее. Я думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. То есть ставить его нужно более правильно. То есть не так, почему мужчина, да, вот вы спрашиваете множество. Так, помогите разобраться. Да, вот. Помогите разобраться в чем вопрос, в чем помочь разобраться. В нем, в, ну, вот, в его поведении, так, мы работаем не с ним, мы работаем с вами. И помочь мы можем только вам разобраться в себе. поэтому вам нужно разобраться не в нем, разбираться не в нем, а в себе. А нужно разбираться именно в себе. Почему вы вот поводили мужчине вот так с собой себя вести? Почему поставили себя так с ним вы? Вот это, пожалуй, их самым главным. На самом деле. Ого. А уже дальше исходя из всего этого уже вы сможете выявить какие-то модели поведения его, но для вас это будет уже неважно. Вам это будет уже все равно. Потому что понимаете, какая ситуация, если человек разбирается с собой, да, если человек понимает, чего хочет он сам, то я думаю, что уже неважно, чего хочет другой. Мужчина с вами на контакт он не идет именно с в данный момент времени. Он не идет с вами на контакт, ему это не нужно. Он считает, что в общем-то все хорошо. Но с с его нет мотивации. у него нет мотивации, а с вами как-то взаимодействуют. Ну и следует подумать, почему мотивации-то нет. То есть понятно, что она пропала, пропала. Но почему вы тогда ждете от него чего-то чего-то. Мужчина он не будет делать что-то, если ему не нравится. Мужчина он ведь будет действовать только когда это необходимо. Ну, по его мнению. Знаете? так что я рекомендую вам вот в этом направлении обязательно подумать и выработать свою позицию в большом счете. Потому что человека не переделать другого, человека не поменять другого, опять же. вам и жить нужно как-то. И будет лучше, если вы как-то свою жизнь проживете с тем и для того, что действительно вас ценит. А если вы свою жизнь проживаете с тем, кто не ценит вас, то и ваша самооценка падает, к сожалению. Вот. Что безусловно не может быть чем-то хорошим для вас. Чем-то правильным, адекватным. Понимаете? Вот. Так что вполне возможно, что мужчина вам для чего-то нужен был. Вполне вероятно, что мужчина был призван удовлетворить какие-то ваши потребности. Вполне вероятно, что вы в нем нуждаетесь. Именно поэтому, именно потому, что вы в нем нуждаетесь, вы вот так вот и реагируете на него. То есть пробуете, пытаетесь договориться о чем-то. Только понимаете, вас это не делает более свободной, более самостоятельной, к сожалению, и так да. Вот. Ну, не делает. А наоборот, еще больше обесценивает в головах мужчина. Вот. Поэтому если хотите, чтобы ситуация поменялась, то вам нужно вот свое поведение менять в первую очередь. А дальше уже будет видно как. То есть мужчина либо примет ваше поведение новое, либо нет. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. А если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. спасибо. Спасибо.